Здравствуйте! С вами Несеройч Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. В Бедронке начали продавать тесты на коронавирус. В первые часы работы магазина все было раскуплено. В Польше охранники на вокзале оскорбили белоруса, думая, что он украинец, после чего их уволили. Новые правила въезда в Польшу. Иностранцы освобождены от прохождения карантина, если переболели коронавирусом. В Европе могут ввести общий национальный паспорт вакцинации от коронавируса. Это упростит путешествия по ЕС. Вроцлавская городская игра для семей. Как провести выходные с пользой. Во Вроцлаве белорусы создали живую цепь солидарности в поддержку политзаключенных своей родины. А теперь подробнее. Новые правила въезда в Польшу. Иностранцы освобождены от прохождения карантина, если переболели коронавирусом. Польша вводит новые условия для освобождения от карантина при пересечении границы. Соответствующее постановление Совета министров было опубликовано 10 марта в журнале законов. От карантина освобождены те лица, которые за последние 6 месяцев переболели коронавирусом и отбыли по этому поводу изоляцию или находились в больнице. Лица обязаны предоставить документы, подтверждающие прохождение карантина сотруднику пограничной службы. Распоряжение вступило в силу с 11 марта, поэтому иностранцы, переболевшие коронавирусом, могут пользоваться возможностью избежать карантина. Напомним, врачи уже несколько раз заявляли, что человек, который переболел вирусом, может заболеть повторно. В Польше охранники на вокзале оскорбили белоруса, думая, что он украинец. В сети опубликовано видео, на котором охранники центрального вокзала в Варшаве оскорбляют одного из пассажиров. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Продолжение следует... Охранники вокзала высказали ксенофобские и российские фразы в адрес 25-летнего Тима из Беларуси, который уже имеет польское гражданство. Все это после того, как он сделал замечание охранникам, указывая, что они плохо обращаются с бездомным. Видео обнародована общественная организация в социальных сетях. Они также связались с жертвой российского поведения. Он сказал, что сделал замечание охранникам, которые силой вытаскивали бездомного с вокзала за руки и ноги. Стереотипным образом охранники подтвердили, что если у него восточный акцент, он должен быть с Украины, рассказывает Кондрадулковский из Центра мониторинга ксенофобского и российского поведения. Как нам стало известно, обоих работников охраны уже уволили с должности. ПКП готовят к санкции к фирме, которые предоставляют услуги безопасности на вокзале. В Европе могут ввести общий национальный паспорт вакцинации от коронавируса. Сегодня Европейская комиссия подаст свои предложения о введении цифрового паспорта вакцинации. Это должно облегчить свободное передвижение людей внутри Евросоюза. Мы представим предложение о зеленых сертификатах. Это цифровое доказательство того, что человек был вакцинирован или вылечился от COVID-19, или получил отрицательный результат, говорится в сообщении комиссии. Европейская комиссия решила создать возможность включения в паспорт информации не только о вакцинации, но также о наличии антител и результатах теста. Прививки не обязательны. От вакцинации можно отказаться, подчеркнул бельгиец. У нас также нет возможности вакцинировать всех людей, которые хотят пройти вакцинацию. Поэтому ясно, что мы хотим избежать любой дискриминации, отметил он. В Бедронке с 15 февраля начали продавать тесты на коронавирус, которые определяют наличие антител к вирусу. По заявлениям, тесты швейцарской фирмы PrimaCovid гарантируют 98% эффективности. Уже через 10 минут человек получит результат, переболел ли он или нет. Тестирование проводится в домашних условиях. Один покупатель может приобрести максимум 3 экземпляра. При позитивном результате магазин и производитель советуют обратиться к врачу. Стоимость теста составляет почти 50 злотых. Во Вроцлаве белорусы создали живую цепь солидарности в поддержку политзаключенных своей родины. В последние месяцы мы много говорили о ситуации в Беларуси, и все труднее находить новые слова. 14 марта во Вроцлаве была организована цепь солидарности с белорусскими политзаключенными. Их количество растет практически день ото дня. Около 15.00 на рыночной площади во Вроцлаве собралось около 100 человек. Они выстроили сквадрат вокруг ратуши. В руках держали плакаты с ображением политзаключенных. В акции приняли участие и женщины со страйки к обед, поляки и украинцы. Многие подходили и спрашивали, что же происходит. Сама акция прошла около часа. В конце все запели песню Муры. Полиция охраняла и следила за порядком. Белорусы собираются на манифестацию по средам, субботам и воскресеньям. Живее Белорусс! Каждые выходные у родителей и детей есть прекрасная возможность провести время вместе и лучше узнать Вроцлав. Так, в прошлую субботу на площади Сольном во Вроцлаве была организована встреча, чтобы узнать о диковинах и секретах Вроцлавской рыночной площади. Каждый ребенок с помощью рабочего листа должен был найти и отгадать загадки, а родители могли в этом помочь. Для самых стойких были предназначены награды. Участие в городской игре платное и предпочтительное для детей в возрасте от 10 до 15 лет. Места ограничены, поэтому лучше сразу зарегистрироваться онлайн. Городская игра с гидом – это потрясающий опыт для детей и много впечатлений для взрослых. Городская игра проводится каждую неделю. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. Мы оставим это. Продолжение следует...